В начале второй половины лета самое время сеять дайкон. Как известно, если посеять дайкон слишком рано, он, скорее всего, уйдет в стрелку. Если слишком поздно, он останется маленьким. Поэтому выбирайте правильный срок. Где-то нам рекомендуют середину лета. Освобождаются у вас грядочки, например, с лучком, с чесночком. Собираем и на это место дайкон. Либо кто-то держит грядку под дайкон специально. Итак, дорогие друзья, сейчас я как раз заехал в магазин. Просто на бум заехал в первый попавшийся магазин и посмотрел ассортимент семян дайкона. Пять сортов нашел. Сейчас я вам их покажу, что я купил. Начнем с японского длинного. Вот, японский длинный. Что нужно делать, прежде чем покупать те же самые семена? У дайкона, как и любого другого овоща, есть ранние сорта, есть среднеспелые, есть поздние. Давайте вот мы подумаем. Допустим, в вашем регионе холода начинаются, ну, где-то там 1 ноября, например, да, планируется холода. Поэтому, если мы посеем 15 июля или, допустим, 1 августа, то, в принципе, скраспелые или среднеспелые сорта успеют нам дать хороший урожай. Поэтому смотрите на описание, вот не на картинку, прежде всего смотрите, а вот здесь вот, описание. Здесь будет сказано, дайкон японский длинный, раннеспелый сорт от появления сходов до технической зрелости 50-60 дней. Ну, очень хорошо, значит, без проблем успеет, даже если будет ранняя зима. Итак, дайкон японский длинный. Кстати, большинство дайконов, которые в России полюбились, они именно цилиндрические, длинные. Хотя для Японии это не всегда характерно. Длинные сорта выращиваются в тех провинциях, где тяжелая почва. Ну, просто выдергивать легче. А в большинстве случаев это скорее круглый дайкон. Ну, у нас круглый дайкон. Мой любимый дайкон Саша российской селекции, но в магазине этого сорта не было. Итак, дайкон японский длинный. Дальше дайкон дубинушка. Это тоже отечественная селекция. 60-75 дней. Среднеспелый. Пожалуй, один из самых известных отечественных сортов. Дубинушек. Здесь пишут масса плода 570, 2 килограмма 200. 2 килограмма 200. Ну, это надо постараться, чтобы на 2 килограмма его вырастить. Но, в принципе, те, кто выращивает дайкон, знают, что в хороших условиях он вырастает достаточно большой. Если, тем более, осень длинная, теплая, от дайкона. Там есть где развернуться. Еще дождички идут. Замечательно растет. Итак, пишут еще, что мякоть сочная, нежная, снежно-белая. Ну, между нами говоря, все дайконы, у всех дайконов мякоть снежная, очень вкусная, ароматная, сочная. Хотя есть японские дайконы и с красной мякотью, и с желтой мякотью. Но, опять же, у нас прижились исключительно белоснежные сорта. Итак, дайкон дубинушка, японский дайкон, отечественный сорт. Идем дальше. Вот здесь мне понравилось название. За одном название купил соловей-разбойник. Соловей-разбойник среднеспелый, от сходов до выборки урожая 45-50 дней. Ну, это, скорее, даже ранний. Крупный, мякоть плотная, хрустящая, сочная, не содержит острых горчичных масел. Ну, все дайконы не содержат острых горчичных масел, в принципе, зато их любят. Кстати, когда много масел горчичных, как, например, в острой редьке, они провоцируют сердцебиение. И, в принципе, если у вас проблемы с сердцем, а вы рубанули хорошенько острой редьке, ну, сразу сердце может бух-бух-бух-бух забиться. А вот с дайконом, ну, считайте, это диетический овощ для тех, у кого сердце, сосуды, давление. Так что дайкон можно считать лечебным диетическим овощем. Кстати, еще дайкон очень хороший, за что его у нас полюбили. Он работает как вот те самые пищевые ферменты, которые продают в аптеке. Да, когда тяжелая пища какая-то, дачная пища, шашлык, еще что-то. Вот ферментика выпили и нормально все перевариваются. Так вот, дайкон работает абсолютно так же. Можете дайкон перед едой, во время еды, после еды, и будет у вас желудок работать. Вот как. Идем дальше. Московский богатырь. Видите, исключительно отечественные сорта. 80-85 дней. Ну, даже если не успевает дайкон дорасти до килограмма полутора, а то и двух, ничего страшного. Он может оставаться как редиска. То есть он готов на стол в любом возрасте. Даже если вот он такой вот небольшой, все равно собираем, порубили. И в салатик. Ну, а если у вас дайкона много, он большой, и девать его некуда, хранить негде, можно из этого дайкона сделать сок. Сок выходит великолепный. И, кстати, для желудка вот этот дайконный сок, это просто бальзам какой-то. Так что дайкон московский богатырь для богатырей, дачных богатырей. Ну, и теперь самый, пожалуй, известный сорт дайкона, я бы сказал, даже самый японский, это миноваси. Большинство садоводов начинали свое знакомство с дайконом именно с миноваси. Честно говоря, я его тоже очень люблю, потому что миноваси никогда меня не подводил. Вот всегда он успевает и созреть, и при этом не стрелкуется практически. Кстати, обращайте внимание также на описание. На некоторых сортах указывается, что меньше стрелкуется данный сорт или гибрид. Кстати, гибриды дайкона тоже есть, их можно тоже посмотреть. И они более устойчивы к стрелкованию, чем сорта. Так что миноваси, классический японский дайкон, очень вкусный. Я его ужасно люблю, и лежит он до весны. Кстати, за что еще дайконы любят, в отличие от редьки, дайкон практически никогда не червивит. То есть всегда он чистенький, сочный, вкусный, замечательный. А чтобы он оставался зимой таким же сочным, кстати, можно его в глину обмакнуть. То есть развести такую глиняную болтушку, обмакнуть, и чуть-чуть подсушить, и положить в погреб. И он будет оставаться до весны таким же сочным и вкусным. Ну и заключаем дайкон клык слона. Хотя, между нами говоря, это не совсем дайкон. Ведь есть редька японская, а есть редька китайская. Японскую называют дайкон, а китайская лоба. Так вот, как раз вот это редька китайская или лоба. Ну, в принципе, ничего такого тут нет. Японская, китайская, в принципе, они очень похожи. Все это редьки. И наша черная редька, русская такая классическая, это тоже редька. И редиская это редька. Так что все это редьки. Японская, китайская, все интернациональное. Так что ничего страшного, если клык слона называют дайконом. Ну, а если вы увидите, что этот сорт проходит под китайской редькой лобой, все равно покупайте замечательный вкусный сорт. Итак, дорогие друзья, хочу заключить такой вот фразой. Все вот эти вот сорта дайкона, это не просто покушать. Это по-настоящему лечебный овощ. То есть, если вы будете выращивать дайкон, у вас будет здоровье лучше. И вы будете жить, ну, наверное, как японец. А знаете, что японцы – это самая долгоживущая нация в мире. Средний возраст, далеко за 90 лет, а столетних среди японцев очень много. А дайкон японцы кушают за обедом, завтраком и ужином. На первое, второе и, наверное, третье. Так что полюбите дайкон, и будет вам много-много здоровья.